На седьмом десятке с уставами все в порядке. Доброй здоровьица, уважаемые посетители канала. Немножечко поработаем с вашими комментариями. Людмила Солнечная пишет, добрый день, Геннадий Петрович. Все витамины содержит и никакая аптека, и никакие БАДы не заменят маточки на молочко. Это бомба, прекрасно поднимает иммунитет, улучшается память, и не только, а для пополнения микроэлементов. Я употребляю яичную скролту, благодарю вас, пророщенное зерно, попробую. Давайте вот это все разберем. Смотрите, я уже вам рассказывал насчет того, что я использовал маточки на молочко. В самом начале я его использовал, покупая вот этот вот апеллак в аптеках, маточки на молочко, сухое. Сколько я его не принял, когда я занимался тяжелой атлетикой, толку никакого, знаете, вот буквально таки, ну, что-то принимаешь. Мел, не мел, никакого. Но, вот когда я в Киеве был, вел передачу «Здоровенький булык», то мне как раз пасечник подарил вот это вот маточки на молочко, настоящее. Оно было в таких пенициллиновых флакончиках. Флакончики были вставлены специальным образом, полуторалитровая бутылка, замороженная, там были вырезаны такие пазы. Эти флакончики были вставлены, ну, примерно их там штучек пять, может быть шесть было, может быть меньше. И вот я и жена попробовали. Вот это вот настоящее маточки на молочко. Да, это сильнейший жизнедатель. Я об этом рассказывал. И, кстати, вот пчела и пчелиная матка. Пчелиная матка живет где-то раз в шестьдесят дольше, нежели пчела. Разница заключается в том, что пчела там нектар кушает, там еще что-то там питается, там пыльцой, там, ну, то, что она собирает на цветочки. И вначале, вроде как, когда она еще там личинка, подкармливают ее маточкиным молочком, а потом все. А та пчела, которая должна стать маткой, вот ее кормят маточкиным молочком, она вырастает больше. И, естественно, у нее колоссальная плодовитость. Плодовитость, это говорит о жизнедателе. То есть, это вещество могучий жизнедатель. На вкус такое, интересно, несколько с кислинкой напоминает зрущенное молочко, такого желтоватого цвета. То есть, вот по всем этим характеристикам, это именно тот продукт, который дает жизнь, ну, естественно, как следствие здоровья и дальше продолжительность жизни. Вопрос, где его достать, вопрос в цене далее, потому что это непростой продукт. Так что, тяжеловато будет найти то маточкиное молочко, которое, которое бы можно использовать. Естественно, иммунитет, память, и не только, и потенция, и все, 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 все. То есть, и я, и жена все это прочувствуют. Так, для пополнения микроэнергии, я употребляю яичную скорлупу, нормальная яичная скорлупа, но есть, я думаю, лучшее средство. Это будет у нас морская капуста. Морская капуста, как консервированная, так и сухая. Вот, и, наконец-таки, вернемся к проросшему зерну. Проросшее зерно, это наиболее простое и наиболее доступное средство с очень мощным биологическим действием. Очень мощное биологическое действие. И вот я принимал маточкиное молочко, и я принимал проросшую пшеницу. И я уже со своего опыта могу вам сказать, что их действия одинаковы. По крайней мере, то, что я вот испытал, мощное, великолепное действие. Как того, так и другого. Здорово, здорова, Ачара Годзина, с праздником, с богатырь, и что ли маму, привет. Будь здорово.